Всем привет! У меня так поднялось настроение от распаковки коробочки от Look Fantastic, что мне захотелось записать ещё одно видео, и видео на тему это будет, как вы поняли из названия, фавориты. Будут тут не только фавориты последнего времени, некоторые разочарования, некоторые такие сравнения. Будет тут в основном декоративка, немножко ухода за лицом и один продукт для волос. Первое, что мне попадается, это продукты для бровей. Вот, у меня даже три продукта здесь, которыми я пользовалась, которые я купила за последнее время. Ну, даже не за последнее, некоторым продуктом тут больше, мне кажется, трёх месяцев. Такой карандаш от Makeup Revolution Power Brow. Карандаш достаточно холодный, но не сильно тёмный. Его два минуса, во-первых, он очень толстый, во-вторых, он не то что подсыхает, но как будто запекается немножко сверху, и его нужно надавливать, чтобы нарисовать. Но, с другой стороны, для меня это плюс. Я не люблю такие жирные брови, которые очень легко нарисовать, но они прям видно нарисованы. Этот карандаш больше даёт эффект, как будто вы подкрасили брови тенями. Только тенями быстрее, всё-таки этим карандашом чуток дольше, потому что, как видите, ну, нужно немножко поднажать. Он хорошо вычесывается, но не так, что вы пару раз, видите, прочесали, и он вдруг исчез. Он хорошо держится. Держится он намного лучше, чем карандаш такой длинненький от NYX, и цвет здесь красивее. Ну, как красивее, в том плане, что он не такой рыжий. То есть, если я возьму... Вот, и NYX, кстати, ломается, и всё, он доломался. К сожалению, я не могу вам показать пример, но оттенок NYX у меня taupe, и оттенок от Revolution у меня brown. Вот, одну линию мне удалось нарисовать NYX. Как видите, NYX, она очень такая тёпленькая. От NYX карандаш очень тёпленький по цвету, от Makeup Revolution он более холодный, что мне больше нравится. Также один хороший продукт, и один не очень. Классный продукт, все рекомендуют. Benefit 24 часа Brow Setter, который прозрачный. У них что-то, брау, что-то там, который с цветом мне вообще не сильно понравился. Он будет, наверное, с таким же отзывом, как я сейчас расскажу вот этот, про этот продукт от Anastasia Beverly Hills. Но коротко об этом продукте. У меня миниатюра, у меня есть любовь к миниатюрам. По-моему, это миниатюра. 3,5 миллилитра. Я им пользуюсь уже, по-моему, два месяца, он до сих пор не заканчивается. Он действительно держит брови. Если просто им так пройтись быстренько по бровям, скажем вот так, и если брови, ну, непослушные, или вот как у меня, например, на самом деле бровинки очень длинные, если бы я их разложила вверх, то у меня было бы такое конкретно ещё на сантиметр выше брови. Ну, не со сантиметра, а на полсантиметра точно. Поэтому я их не укладываю вверх. Это просто такая девочка с удивлённым взглядом будет. Вот. Но если их уложить так, как показывают некоторые блогеры, прям вот промазать и приклеить к лицу, то они будут прям приклеены и будут супер держаться. Если, как я показала, просто прочесать, они будут хорошенько стоять, держаться до тех пор, пока вы, например, не оденете джемпер или там, я не знаю, как-то заденете ваши брови. Но их можно, как я сказала, приклеить. Цветной гель для бровей от Анастасии Беврили Хиллс у меня в оттенке ТОУП. Классный холодный оттенок. Действительно, если вы хотите придать вашим волоскам, бровям более холодный и такой светленький оттенок, это самое то. Какие минусы? Он вообще не держит. То есть это не про то, чтобы зафиксировать брови. Это больше, чтобы придать им какой-то объём, пудровость и цвет. Если вы промахнётесь мимо брови и прокрасите по коже, то кожа прокрасится и не очень красиво это смотрится. Нужно будет подтирать. Можно также, как я видела, блогеры советуют взять кисточку для бровей и этим гелем нарисовать, как бы как помадкой вы бы нарисовали. Такой тоже есть вариант. Несильная у меня любовь с ним случилась, но и ненависти нету. Что мне не нравится, всё-таки такой гель, мне кажется, не должен так обколупливаться. Точнее, от такого бренда гель. Что я хочу сказать, если вы хотели попробовать, можете купить миниатюрку, потому что иногда миниатюрки типа по граммам выходят дороже, тут вообще не выходят дороже. Тут или ровно цена половина, то есть тут... Сколько тут миллилитров? 2,2 грамма, а типа там в основном 4,4. Но как-то я пересчитывала, что или тут полноценная цена, ну то есть одинаковая цена по граммам, или даже дешевле выходит. Я покупала на Cold Beauty. Дальше. Мой неизменный фаворит всего лета, когда хочется быстро накраситься, при этом веки у меня жирные, мне хочется подчеркнуть складку века, и возможно дальше ничего не делать. Я вам показывала. Конечно, сто лет назад все говорили о Color Tattoo, Maybelline Color Tattoo тенях их, но вот этот оттенок Dusk Doll прям... Вот я прям влюбилась в него, он уже чуть-чуть подсыхает, и как только я в магазине найду его, возможно, со скидкой, я сразу куплю. Просто сейчас нигде в магазинах конкретно этого оттенка у нас нету. На мне держатся на отлично, все поверх держится на них еще лучше, не скатываются, держатся, подчеркивают. Прям да-да-да, супер любовь. Я также купила от Color Tattoo Socialite оттенок. Это такое розовое золото, больше в розовое отливает. Все те функции, что должны делать тени, какие выполняют вот эти тени, эти тоже выполняют, то есть держатся, все классно. Соответственно, этим не подчеркнешь слишком складку века, потому что он светленький. Мне был интересен этот оттенок, я долго не покупала, но потом увидела у одной девушки, англоговорящей на ютубе, что она показала это как аналог Charlotte Tilbury, и прям на сводчик действительно... Я не помню, какого оттенка, сейчас если я найду, может я вставлю какой-то кадр, или хотя бы скриншот, где она показывает, что это аналог Charlotte Tilbury, каких-то теней. Я решила взять и попробовать. Оттенок действительно красивый, но как со всеми более металлическими оттенками Color Tattoo, они кукожат века, и вот это мне не нравится. Нужно как-то или потоньше, и поэтому я его не так часто использовала, но вдруг, если вы влюбились в какие-то там тени от Charlotte Tilbury, что-то хотите попробовать, то это аналог, по крайней мере, по картинке, и выглядит на глазах красиво. Но если у вас какие-то тени уже подчеркивают вам текстуру на веки, то, скорее всего, эти подчеркнут. Так, из тональных основ я купила себе вот такой вот тестер от It Cosmetics, знаменитый их CC крем. Мне понравился, но что я хочу сказать, я почему-то думала, что у него будет более плотная текстура, что он будет таким каким-то зашпаклёвочным. Зашпаклёвочным? Зашпаклёвывающим на коже. Это вообще не так, его можно нанести очень тонко, его можно наслоить. Мне казалось, что если я его нанесу, то он мне заменит даже консилер. Это, в принципе, не так, но если у вас нет практически никаких проблем в зоне вокруг глаз, то можно использовать и как консилер, у него классный состав. Он классно защищает от солнца, мы забирались тут в Англии в горы и было активное солнце и все, кто из нас высоко поднялись, прям загорели. У меня был нанесён вот этот CC и я вообще не загорела. У меня даже не было ощущения, что меня коснулось солнышка или что-то там такое, знаете, когда ощущение теплоты в лице. Я всё ещё очень сильно люблю BB-крем от Purita. Purita у меня в оттенке 23, этот у меня в оттенке Light. И сначала я думала, что Light мне будет слишком светленький, но нет, вот он как раз. Сейчас я после отпуска загорелая, поэтому он может быть светловатый, я его наношу вот здесь вот, ну и плюс после отпуска кожа лучше и не хочется наносить полностью на всё лицо. Мне он понравился и он чуть более жирненький, его надо лучше фиксировать пудрой или тоньше наносить. Про пудры. Конечно же, вуальная такая финишная пудра, не вуальная, буквально мы позже перейдём. Финишная пудра мне очень нравится от, я уже показывала, Hourglass Team Light. Это просто то, чем вы проходите по лицу и лицо как будто сглаживается. Вот если вы использовали когда-то минеральные пудры какие-то, вот вы проходите, проходите, сначала нет, эффекта, а через 10 минут вы такой лоск видите, то вот эта пудра придаёт лоск. Иногда я ей легко фиксирую консилер, она не сильно фиксирует, всё-таки лучше подфиксировать, лучшую фиксацию имеет пудра Hourglass, вуальная пудра Translucent Setting Powder Veil. Тут не было пуховки, и я взяла пуховку от самой обычной пудры от Ennis Free, чтобы, потому что, когда здесь отрываешь, она может высыпаться, и чтобы всё-таки она не высыпалась. Я ей пользуюсь уже, наверное, месяца два. Как видите, она выглядит достаточно неиспользованной. Здесь, по-моему, всего лишь два грамма. Да, два грамма. И так как я не занимаюсь шпаклёвкой лица, то есть я в основном пудру вот здесь, вот под глазами, ну, как обычно, Т-зону, ей невозможно перепудриться, в том плане, что если вы начнёте наносить слишком много на лицо, то она начнёт кукожить веково. То есть бейкинг, бейкинг ей невозможно бейкинг, то есть бейкинг ей невозможно сделать, это будет вообще некрасиво. Она настолько тоненькая, что её нужно наносить прям очень, ну, очень тонким слоем, и тогда она фиксирует, но при этом пирога на лице не делает. И, кстати, немногие упоминают, что эта пудра, хотя она и translucent, она жёлтенькая, видите, жёлтоватая. И если ей переборщить, то она видна на коже, и она даже желтит на коже, чего я не ожидала. Поэтому, если вы вдруг купите, наносите только тонко, и мне кажется, что если вам надо мало пудры, вот вы используете прям мало пудры, то этого хватит. Что мне нравится? Вообще, что я всегда искала в пудрах, я не люблю запудренное лицо, я не пудрусь каждый день, но если я захотела зафиксировать консилер под глазами, то я хочу его не заматировать, а просто зафиксировать. И тут я хотела бы сравнить вот с этой пудрой от Kika, конечно, нельзя сравнивать our glass kit, но всё-таки я хочу сказать, что в тот момент, когда я фиксирую консилер, у меня любимый консилер от HIDRATING, я его люблю, сто раз вам говорила, вот показываю, мне кажется, уже рассказывать о нём не стоит, у него есть лёгкая фиксация, но на день я не фиксирую пудрой, на что-то более, на более жаркий день и более активный, или когда я хочу, чтобы было зафиксировано, я использую какую-то из этих пудр. И, конечно же, я больше пользуюсь our glass, потому что вроде бы на момент, когда ты фиксируешь, ты видишь, что оно зафиксировалось, ты даже потрогал и так хорошо, и не выглядит кожа скукоженной, сухой, но вот эта пудра совсем не держит фиксацию. То есть, что я ей фиксировала, что не фиксировала. Вначале, когда я начала пользоваться, как вы видите, даже активно я ей пользовалась, с прошлого года, здесь даже полностью пропал красивый рисунок. Но, и у неё, ну, она тоненькая, такая, классная, то есть даже при том, что она прессованная пудра, она супер тонкая, но вот как-то её не хватает даже, чтобы зафиксировать консилер, у которого есть небольшая фиксация. Блеск для губ, я думаю, многие уже про него рассказали, но хочу вставить своё маленькое, невесомое слово. Классный блеск, прям, ну, здоровский. я купила в самом нейтральном оттенке, у меня 002 Ice, просто, чтобы он придавал блеск, без всякого оттенка, он полупрозрачный, хотя он тут немножко розоватый, мне в нём нравится всё, он не липкий, к нему не прилипают волосы, он увлажняет, нет ощущения, что что-то сильно нанесено на губы, но при этом вы ощущаете, что вы нанесли что-то, что губы увлажнены, потому что в нём есть гиалуронка, да, в нём есть гиалуронка. Многие говорят, что это аналог блескам Рианы, я их не покупала, просто потому что все говорят про запах, а я на запахе чувствительная здесь. Прям лёгкий, 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 сладкий запах печенья, вот прям маленький-маленький. Теперь про тени. По совету Dary Wave я купила вот эту палетку, вы сейчас будете наблюдать на экране свочи их. Это такие топеры, то есть они, кроме вот синего, у них, у самих нету какой-то большой базы. Это те тени, которые в основном светятся или на солнце, или при электрическом освещении, они дают такое или супер блеск, или влажное сияние, это очень красивый перелив. Это дешёвые тени, потому что они от Makeup Revolution, ну, то есть за то количество топеров, что вы получаете, за разнообразие, за эффект вы получаете, это очень хорошая цена. И если вы прям на супер бюджете, то я бы тоже вам порекомендовала эту палетку. Но, есть большое но. Частички здесь всё-таки больше, чем у каких-то других брендов. Когда вы наносите, они осыпаются, и, то есть, соответственно, за счёт того, что они покрупнее, вот этот перелив не такой влажный. Что я хотела, какие оттенки я хотела сравнить. Допустим, если вам нравится оттенок, которых многих привлекает, вот этот синий, фиолетово-розовый, обычно вот этот оттенок, ну, многие ищут такой, то он классно блестит, но я вам показывала, что вот этот оттенок алхеми, алхимия, да, алхемия от набла, однушка. Конечно, да, здесь я не помню точно по ценам, но, возможно, за цену одной однушки вы получите всю палетку. Если вы ищите только не упало, если вы ищите только этот цвет, я бы посоветовала потратиться и просто купить эту однушку. Она намного красивее, здесь есть больше базы, более мелкий вот этот шиммер, и за счет этого более влажное свечение, она меньше осыпается при нанесении. И, кстати, эта однушка будет получше, чем вот этот оттенок в Наташи Диноне. Он здесь какой-то более розоватый, здесь более синий у набла, и даже покрасивее, я бы сказала, на мой взгляд, и вообще от Huda Beauty тени достаточно суховатые. Вот однушка Набла, это Наташа Динона, это Huda Beauty, и это из той самой палетки Revolution. Они все красивы, у них у всех по-своему есть такой особый перелив. Мне лично по нанесению, по мелкодисперсности вот этого, если можно назвать помола этого шиммера, по всему, вот по всем этим пунктам можете просто купить однушку Набла. Конечно же, купить палетку выгоднее, если вы хотите все оттенки. Кстати, хотела сказать немножко про палетку Huda Beauty, а я ее купила у нас в Атлете в Тике Макс, она стоила всего лишь 30 фунтов, то есть вообще не полную цену, и я почему-то думала, что это будут намного более темные оттенки, но на самом деле, если посмотреть и сделать вот так, и забыть вот про вот этот топер супер блестящий, то вот так это вообще абсолютно дневная палетка, а вот с этой стороны уже вечерняя. И мне очень нравится эта палетка, прикольная, здесь большое зеркало, большое разнообразие, и дневной, и вечерний макияж можно сделать, только хочу сказать, что тени суховаты, их нужно дольше наслаивать, например, по сравнению с тенями Наташи Диноны, там быстрее наслоить, точнее, там даже не надо сильно наслаивать, ты берешь оттенок, типа, один раз, второй раз наслоил, здесь, например, вот даже этот холодный, его нужно достаточно долго наслаивать, чтобы проявилась его интенсивность, и зато металлики, если кому нравятся, точнее, шиммеры, это вообще не металлики, вот это прям шиммеры такие более дневные, носимые, носибельные, но это то, что было, в принципе, когда выходила эта палетка, тогда вот так было модно, и они, соответственно, не кукожат века, шиммеры, топеры, нет, топеров нету, слишком много у Наташи Диноны в палетках, по крайней мере, те, что у меня есть, они кукожат века, эти вообще не кукожат, потому что они более суховастенькие, но классная палетка, мне очень нравится, если вдруг вы увидите тоже ее где-то со скидкой, очень хотели, ваш выбор, но мне понравилось. Коротко, неизменный фаворит, посмотрите на эту запачканную палетку от Makeup Revolution, палетка для лица, вот эти три рефила, у меня просто затерты, у меня, как я говорила раньше, у меня уже есть эта палетка, еще одна в запасе, я просто очень люблю, я сто раз говорила, у меня есть отдельное видео, но вдруг, если вы попали только на это видео, то прям неизменный фаворит, а, кстати, я хотела сказать, что у Даши Wave, я также видела, что, ну, ей не сильно понравилась эта палетка, все-таки эта палетка подойдет тем людям, которые любят такой лоск на лице, то есть, вот это все шиммерное, здесь шиммерное, да, это матовый оттенок, и она сказала, что он у нее залипает, типа, его можно растушевать, но он залипает немножко на лице, я заметила, что он действительно залипает, если наносить на сильно матовую основу, если наносить на BB крем что-то такое хоть чуть-чуть полувлажное, пусть и зафиксированное уже пудрой, он не залипает, если взять такую прям матовую тоналку, то да, его действительно сложнее растушевать, по советам Олеси Барзаевой я купила вот эту термальную воду от Урьяш, она сказала, что летом, когда очень жарко, если взбрызнуть лицо этой водой, если лицо очень блестит, то оно будет меньше блестеть, и это правда, и это не то же самое, что взбрызнуть обычной водой, оно как будто матирует, да, не будет заматированная кожа, не будет выглядеть так же, как будто вы вот конкретно пудрой заматировались, но на ходу вот так вот пройтись, во-первых, если жарко, то это освежает, и лицо выглядит как будто чуть более презентабельным и даже не таким уставшим, она у меня закончилась, тут по-моему больше ничего нету, а нету, ну чуть-чуть, если видите, распыление классное, мелкое, здоровское, возможно, в следующем году возьму новую, прям, да-да-да, вот когда очень жарко, прям, муа. немножко об уходе, у меня именно летом закончилась сыворотка от Денорденэрс Лактик Асид молочной кислотой, когда я ее купила только осенью и начала пользоваться, у нее срок годности 12 месяцев после открытия, поэтому я оставала сроки годности, не обвиняйте меня, когда я ее только купила, она мне не сильно понравилась, то есть я не увидела вообще никакого результата, что она есть, что нету, и, наверное, я не увидела, потому что я использовала что-то более активное, то есть какие-то не АЧ кислоты, а БЧ кислоты, там, в прошлом году я пыталась пользоваться ретинолом тоже от Денорденэр, который мне, кстати, не понравился, не помню, каким я пользовалась, но мне он не понравился, и вот она стояла целый год, и летом я по чуть-чуть ей пользовалась, во-первых, если вы пользуетесь хоть какими-то кислотами летом, это, конечно же, всегда SPF, не зря у меня был 50 SPF, но я ей в основном пользовалась тогда, когда вот у нас на целую неделю обещают дождь, и я вот первую половину недели пользуюсь ей, вторую не ей, и дальше все равно SPF, и всегда SPF, когда я пользуюсь, вот тогда я действительно увидела результат, высыпаний у меня этим летом не было много, но с текстурой кожи, с ее равномерностью действительно сыворотка помогла, и тут, кстати, я сейчас заметила, что здесь есть еще и ХА, то есть здесь есть гиалуронка, гидрофильное масло, гидрофильный бальзам от Beauty Bay, я купила, потому что сложно найти недорогой, недорогое гидрофильное масло, недорогой гидрофильный бальзам, потому что скорее раньше я всегда заказывала, сейчас это или сложно, или дорого, или долго, короче, и если какие-то Elizabeth Arden, как я покупала, то это все-таки дороговастенько, мне кажется, для смытия макияжа, и я решила купить от Beauty Bay, 90 миллилитров здесь, классно растворяет макияж, вообще нету никаких придирок, к ней, когда вы смываете, нет ощущения, что прям там все равно слой этого масла осталось, конечно же, нужно после этого умыться, но прям ощущение, что надо умыться, вот прям мазью, нет такого, практически все смывает, единственное, что я пользуюсь тушью от Maybelline Lash Sensational, это те туши, которые сложно смыть, поэтому я сначала их чуть-чуть растворяю водой, буквально так, ну, немножко пальчиками, и потом на сухое лицо прохожусь этим гидрофильным маслом, классно все смывает, даже матовую помаду от того же Maybelline Matte Ink, которые, вы знаете, такие суперстойкие, суперстэ, они, по-моему, так и называются, то смывает даже ее, не сразу, то есть, если я сделала свотч, подождала 2 минуты и пытаясь смыть, тогда не смоет, а если нанести на губы и уже там через 2 часа смывать помаду, то смывает. Следующая небольшая вещь, о которой я хотела рассказать, конечно, ее не везде можно купить, это от магазина Boots, он у нас есть здесь в Англии, мне кажется, он где-то еще и в Европе есть, это такая сыворотка с энзимами, pineapple, ананаса, стоит она очень бюджетно, 4 фунта, но она реально работает, вот ее мажешь на лицо, утром просыпаешься, более свеженький вид, более ровная текстура кожи, возможно, что-то, что мы не хотим видеть на лице, оно подсушивает, за эти деньги я не ожидала, что она так классно будет работать. Если вдруг вы живете в Англии и что-то хотели попробовать такое бюджетное, не ожидала, прям да. Также про волосы, я, наверное, всех надоела с тем, что я показываю фирму Canto, но это то, что я типа иду такая, о, мне нужен шампунь, я взяла, попробовала, вкусненько пахнет, так немножко ненавязчиво жвачкой. Это их новая линейка с виноградом, у них еще есть с авокадо, линейку с авокадо я не пробовала, этот шампунь заявляет, что он strengthening, укрепляющий волосы. Обычно у меня к шампуню нет никаких больших заявлений, он должен, я говорила много раз, он должен мыть, не сушить, не спутывать. И вот к нему все подходит, а еще желательно, чтобы на моих тонких волосах он не убивал объем. Вот ко всему вот этому, когда мы подходим к пункту не склеивать волосы, он каким-то образом, даже наоборот, их разглаживает. То есть редко, когда мы помыв голову шампунем, мы будем проводить пальцами по волосам. Все-таки мы это делаем с кондиционером, и тогда как бы распутываем их, но с этим шампунем я могу провести. Вот если я так мою-мою, и я провожу пальцы, я чувствую, что вообще не застревает, и я так легко могу их вывести. Это удивительно, при том, что он не супер увлажняющий какой-то, прям, ну, с одной стороны обычный, но с другой стороны очень классный, приятно пахнет. я даже задумалась, может быть, купить, попробовать такой же кондиционер. Еще пока что думаю, у меня просто куча масок для волос, которыми я не успеваю пользоваться, и при этом покупать кондиционер как-то неразумно. Если вы уже пользовались и пробовали, скажите, что вы об этом думаете, или о любом продукте, о котором я сегодня рассказывала, поделитесь вашим мнением. Пишите, что вы думаете. А, я забыла про одну вещь рассказать. Помада, которая сейчас на мне, мне она попалась в бьюти боксе, это оттенок Rose Wine от Revlon, помадка, и смотрите, какой классный оттенок. В самой помаде нет ничего необычного, самая обычная помада, кремовая, не стойкая, но оттенок, мне так понравился оттенок, как он на мне раскрывается. У него такой рыжий, красный, немного бордовый оттенок, и на осень, мне кажется, очень красиво, если вдруг вы искали такой оттенок, помада Revlon не супердорогая, мне было бы очень интересно найти что-то похожее в матовой, более стойкой текстуре. Кстати, если вы знаете, подскажите, но вот этот оттенок, повторюсь, 225 Rose Wine, очень-очень красивый. На этом точно все, до скорых встреч, пока-пока!